Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка компании Тикмилос. Я Артур Идиатурлинг. Данные по китайской экономике, которые выходили вчера и сегодня, сформировали смешанное впечатление о положении дел в Китае, так как снижение темпов розничных продаж внезапно сопровождалось некоторым укреплением в проблемной промышленности и инвестициях в основной капитал. Вместе с данными по кредитам, которые вышли вчера, сегодняшние показатели подсказывают, что второе увеличение экономики мира продолжит сбавлять обороты, по крайней мере, до конца 2016 года, то есть еще и в четвертом квартале. Власти увеличили фискальную поддержку производственного сектора и населения через снижение налогов, при этом сокращая монетарную поддержку, избегая таким образом прямого давления на процентные ставки и ослабления юаня, что в свою очередь и провоцирует отток капитала. Количество свежих кредитов, выданных банками, это вот из данных, которые вышли вчера, это показатель New Yuan Loans, он, как видите, снизился до значения 697 миллиардов юаней в октябре с 1380, то есть практически в два раза, в то время как рынок предполагал, что снижение хоть и будет, но не такими стримительными темпами, он ожидал, что этот показатель составит 904 миллиарда юаней. Темпы роста денежного предложения, это агрегат M1, он не такой важный показатель, но все-таки он в годовом выражении вырос всего на 0,7%, против прогноза 4,2%, то есть тоже темпы его значительно сократились. Сигналы о замедлении темпов поступления денег в экономику не смогли оказать у нас на существенную поддержку юаня, вот если сегодня взглянуть на курс, то укрепление хоть и есть, но он достаточно небольшое. Торгуется сейчас сегодня в очень узком диапазоне 695-694, однако интенсивность капитала, оттока капитала похоже ослабла, так как четкие порывы наверх, которые мы наблюдали вот здесь, они во внутридневных движениях не прослеживались с начала этой недели. Одна из основных опор китайской экономики – огромный нереализованный потенциал потребления, пока не позволяет властям положиться на нее, так как эта опора как бы плохо выполняет свои функции в стрессовой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Внутреннее потребление, которое стало опережающими темпами с недавнего времени, а замедлилось в октябре, розничные продажи, менее эластичный индикатор к изменению, к падению доходов у населения. Этот показатель, он менее эластичен, в отличие от более эластичного показателя потребления именно товаров длительного пользования, который сильно реагирует на изменения в доходах у домохозяйств. Так вот, розничные продажи показательно замедлились до 9,2%, это с начала этого года. В годовом же выражении в октябре темпы составили 8,6%, что значительно ниже прогноза 9,2%. Это показатель стало минимальным с мая этого года. Затяжное снижение продаж автомобилей при детальном изучении отчета по розничным продажам поставило, получается, крупнейший автомобильный рынок в мире на грани спада. Впервые с 1990 года продажи одежды, они также достигли двухлетнего минимума, что указывает на значительное падение, эрозию потребительского оптимизма. Снижение потребительских расходов может иметь много причин. Например, ипотечные долги, естественно, требующие все большую часть дохода. Падение благосостояний из-за снижения фондового рынка, также слабого снижающегося дохода на инвестиции. Это, в свою очередь, перекрывание каналов кредитному финансированию для населения. Это как раз-таки ужесточение монетарной политики центральным банком. Это мы видим и из данных по новым кредитам. Естественно, это затрудняет сглаживание колебаний в доходе. Фискальная поддержка государства в виде снижения налогов на автомобили, на импорт, а также повышение планки подоходного налога с 3,5 тысяч юаней до 5 тысяч юаней. Возможно, эти меры подоспели чуть поздноватые. Ухудшение потребительского доверия могло привести к тому, что население стало сберегать больше и тратить меньше. Правительство пока удается придерживать падающее производство, о чем стало известно из сегодняшних данных. Темпы промышленного выпуска выросли до 5,9, против прогнозов 5,8. Пока на основе данных не удается строить позитивные ожидания, так как угроза эскалации конфликта США еще остается. В ситуации войны с основным покупателем, восстановление китайской промышленности просто немыслимо. Недавние данные по заказам США для китайских фабрик указали на снижение в годовом выражении на целых 30%. Государство увеличивает сейчас свое участие в виде заказчика, делал упор, естественно, на инфраструктурные проекты, в чем оно всегда превосходит частных заказчиков. Производство цемента в октябре, таким образом, подскочило на 13,1% в Китае. Лидирующий показатель инвестиций в основной капитал неожиданно вырос, хотя неясно, поступило ли это указание сверху. Опять же, благодаря таким своеобразным гарантиям через инфраструктурные проекты, точнее, в виде инфраструктурных проектов или корпоративное ожидание действительно удалось, действительно, они оказались устойчивее, чем потребительские. Основной показатель вырос на 5,7% в октябре против ожиданий в 5,5%. В то же время инвестиции в частном секторе выросли на 8,8% годового выражения. Это вот этот показатель. Шатхайский композитный индекс не был впечатлен экономическими данными, откатившись почти на 1% в среду до 2632 пунктов. В Великобритании данные по рынку труда показали, что экономика восстанавливается умеренными темпами. Зарплаты выросли в соответствии с ожиданиями. Это вот этот показатель, которого составил 3%. Второе, как квартальное изменение безработицы оказалось хуже прогноза. Безработицы выросли до 4,1%. Фунт в целом сейчас поглощен событиями Brexit, развитие которых окутано таким трехслойным туманом спекуляций, которые на арку трейдерам и вообще алгоритмической торговли. Политический тупик, в котором оказалась консервативная партия Mayf, очередной раз позволил паре фунт-доллар сыграть ниже уровня 1,29. Вот здесь можно видеть вот этот пробой, но затем последовало быстрое восстановление, и уже вчера фунт преодолевал отметку в 1,30, реагируя на экономические данные и спекуляции о прогрессе в переговорах. Из последних ободрительных фраз премьер-министра можно отметить, что мы заметили, что переговоры находятся на завершающей стадии, и вчера вот также появились данные, и сегодня, что черновик по Brexit уже согласован между переговорщиками из ЕС и Великобритании. Хотя вот обещания из уст официальных лиц доносятся уже не в первый раз, и уже несколько раз последовали опровержения, что есть прогресс, что на самом деле противоречащие не устранены. Фунт-доллар пара сейчас держится около уровня 1,30, вот такая удобная поддержка, чтобы делать ставку на благоприятный исход, но, как видите, рост происходит осторожно, некоторые инвесторы пытаются закупиться заранее, но все-таки сейчас необходимо следить за высказыванием европейских коллег, а также коллег по партии Мэй, которые часто опровергают слова и обещания премьер-министра. Известно также и о внутреннем партийном противостоянии Мэй и других консерваторов, поэтому наличие даже вот этого черновика сделки ни о чем не говорит, и сейчас вот фунт, будем так говорить, очень осторожно покупается на эти спекуляции. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...